Головной мозг – это жизненно важный орган. Даже его ничтожные повреждения могут нанести человеку серьёзный вред, вызвать потерю сознания, амнезию, расстройство психики. Но что, если всё это… не совсем так? Давайте посмотрим на факты, которые противоречат общепринятой научной точке зрения. Не так давно в подмосковную больницу попал 60-летний пациент с ишемической атакой. При этом теряется подвижность конечностей, человек чувствует себя нехорошо, но в то же время необратимых последствий для организма нет. Причиной явления чаще всего становится нарушение кровообращения головного мозга. Поэтому невролог Марина Аникина и рассказывает, что мужчине тут же сделали КТ – главный анализ в данной ситуации. Но результаты компьютерной томографии повергли врачей в шок, ишемическая атака у пациента должна была произойти в левом полушарии мозга, только вот на снимке это полушарие полностью отсутствовало. Это не результаты травмы, болезни или чего-то еще. Человек с рождения жил без половины мозга. И это никак не помешало ему получить высшее образование, завести семью и впервые словить сердечно-мозговые проблемы уже практически в старческом возрасте – в 60 лет. При этом, когда двигательные функции восстановились, он спокойно ушел себе домой. Наверняка вы видели мем, в котором фигурирует снимок почти пустого мозга. Но вот что удивительно – у него есть реальный прототип. По сути, это снимок 44-летнего мужчины из Франции. Личность врачами не раскрывалась, но в 2007 году они опубликовали исследование, над которым доктора просто сломали мозг. Ведь как было дело? Мужчина пришел в клинику с жалобой на слабость в левой ноге. Само собой, ее связали с мозгом, но никто и не подозревал, что голова парня на 90% заполнена жидкостью. Там не было и полушарий, от мозга остался кусочек размером в 10% от оригинального. И что бы вы думали? IQ мужчины был равен 75, и это никак не мешало ему работать госслужащим, не испытывая никаких проблем. Так и хочется сделать томографию всем нашим чиновникам, а то мало ли, сколько у них там процентов. Хотя что там чиновники? Судя по всему, без мозга можно не просто жить, но и посещать концерты вот таких персонажей. Но шутки шутками, а подобных случаев было зафиксировано очень много. И наиболее удивительные будут дальше. Но вот главный вопрос. Как же эти случаи объяснила наука? Нейропластичность. Именно таким красивым словом объясняются подобные случаи. И это не только про то, что оставшаяся часть мозга забирает на себя функции, отсутствующей или разрушенной. Это еще и термин про обучение. Мозг не рождается готовым, а активно взаимодействует с окружающей средой, пока формируется. Прежде всего, об этом свидетельствовали исследования так называемых детей маугли. Брошенные в дикой природе, не слышавшие человеческой речи, они не могли освоить навыки принятого в обществе поведения и улучшить свои интеллектуальные способности до состояния взрослого, отставая в развитии всю жизнь. Вскоре стало очевидно, что детский мозг пластичен. Период такой податливости назвали критическим, потому что восполнить недостаток обучения в это время в дальнейшем уже невозможно. Нейрокартина мира окончательно изменилась, когда было доказано, что мозг, обучаясь, способен расти и у взрослых людей. Классический пример, подтверждающий справедливость этого утверждения – результаты, полученные в серии исследований лондонских таксистов. Водители запоминали подробные карты огромного города для сдачи экзамена. Чем больше знал испытуемый, тем крупнее был его гиппокамп – отдел, отвечающий за память. Таким образом, современная наука пришла к окончательному выводу, что мозг способен меняться всю жизнь. Ну а если он меняется всю жизнь, значит обучение – это естественное и перманентное его состояние. Нейропластичность, кажется, все ясно. Именно ею можно объяснить все эти странные случаи, как, например, с Карлосом Родригесом, который в 2010 году взорвал интернет. Будучи в состоянии опьянения всем, чем можно, он попал в аварию и в прямом смысле потерял половину головы. И ничего, живет и радуется, прям как будто ему удалили какой-то рудиментарный орган. А вот еще один экзотический случай. Анатолий Петрович Бугорский – одаренный русский ученый. Его специальность – физика элементарных частиц. И в 70-е годы он работал на крупнейшем советском коллайдере. Как-то раз механизм систем безопасности ускорителя У-70 дал сбой, и в результате исследователя прошило пучком протонов. В итоге он потерял слух на левом ухе, получил частичный паралич лица и периодические приступы эпилепсии. Но, тем не менее, успешно завершил диссертацию и продолжает научную работу. Даже такие футуристичные повреждения человеческий организм смог пережить. В 2002 году девочка из Голландии пережила тяжелую операцию. Ей удалили левое полушарие мозга, в котором, как до сих пор считается, находятся речевые центры. Сегодня же ребенок поражает врачей тем, что прекрасно освоил два языка и изучает третий. Доктор Йоханнес Боргстайн, наблюдающий маленькую голландку, говорит, что он уже посоветовал своим студентам забыть все нейрофизиологические теории, которые они изучают и еще будут изучать. В 1940 году доктор Аугусто Итурича в своем докладе на заседании Боливийского антропологического общества рассказал о 14-летнем мальчике, который лежал в его клинике с диагнозом «опухоль в мозгу». Пациент сохранял сознание и находился в здравом уме до самой смерти, только жаловался на сильную головную боль. Во время вскрытия врачи пришли в крайнее изумление. Вся мозговая масса была отделена от внутренней полости черепной коробки, кровь к ней не имела доступа. Иными словами, у мальчика просто не было мозга. Какая уж тут нейропластичность. Для медиков осталось загадкой нормальное функционирование сознания мальчика. Вот здесь самое время посмотреть, какие заявления по этому поводу делают крупнейшие ученые мира. Доктор Сэм Парния из Центральной клиники Саутгэмптона говорит, «Мозг, как любой другой орган человеческого тела, состоит из клеток и не способен мыслить». Однако он может работать как устройство, обнаруживающее мысли. Как телеприемник, который вначале принимает попадающие в него волны, а затем преобразует их в звук и изображение. Питер Фенвик, его коллега из Лондонского института психиатрии, делает еще более смелое заключение. Сознание вполне может продолжать свое существование и после физической смерти тела. Джон Эклс, крупнейший современный нейрофизиолог и лауреат Нобелевской премии по медицине, также считает, что психика не является функцией мозга. Вместе со своим коллегой, нейрохирургом Уайлдером Пенфилдом, который провел более 10 тысяч операций на мозге, Эклс написал книгу «Тайна человека». В ней авторы прямым текстом заявляют, что у них нет никаких сомнений в том, что человеком управляет нечто, находящееся за пределами его тела. Профессор Эклс пишет, «Я могу экспериментально подтвердить, что работа сознания не может быть объяснена функционированием мозга. Сознание существует независимо от него извне». Другой автор книги Уайлдер Пенфилд разделяет мнение Эклса и добавляет к сказанному, что в результате многолетнего изучения деятельности мозга он пришел к убеждению, что энергия разума отличается от энергии мозговых нейронных импульсов. А вот цитата директора научно-исследовательского института мозга, нейрофизиолога с мировым именем профессора Натальи Петровной Бехтеревой. Гипотезу о том, что мозг человека лишь воспринимает мысли откуда-то извне, я впервые услышала из уст Нобелевского лауреата профессора Джона Эклса. Конечно, тогда это показалось мне абсурдным. Но потом исследования, проводимые в нашем Санкт-Петербургском НИИ мозга, подтвердили, мы не можем объяснить механику творческого процесса. Еще два лауреата Нобелевской премии, нейрофизиологи Дэвид Хьюбл и Торстен Визл, в своих выступлениях и научных трудах неоднократно заявляли, что для того, чтобы можно было утверждать связь мозга и сознания, нужно понять, что считывает и декодирует информацию, которая приходит от органов чувств. Однако, как подчеркивают ученые, это сделать невозможно. Факт, что сознание существует независимо от мозга, подтверждают и исследования, проведенные недавно голландскими физиологами под руководством Пима ван Ломеля. Результаты широкомасштабного эксперимента были опубликованы в авторитетнейшем биологическом английском журнале The Lancet. Сознание существует даже после того, как мозг перестал функционировать. Иными словами, сознание живет само по себе, абсолютно самостоятельно. Что же касается головного мозга, то это вовсе не мыслящая материя, а орган, как и любой другой, выполняющий просто определенные функции. Очень может быть, мыслящей материи даже в принципе не существует, заявил руководитель исследования знаменитый ученый Пим ван Ломель. Подведем итоги. Все эти случаи, друзья, говорят нам о том, что сознание не рождается в мозге. И вот еще случай, который в разных вариациях вы, скорее всего, сможете прочесть в комментариях под выпуском. Наверное, у каждого в семье есть история, когда мать за много километров чувствует, что происходит с ее ребенком. Чем обусловлена эта связь? Каковы ее физические признаки? Пишите свои мысли и оцените выпуск, чтобы мы поняли, что старались не зря. И до встречи в новых роликах на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова